История с долгостроем на Зорге может закончиться уже в 2023 году. Работы в новом здании 11-й школы после долгого перерыва опять возобновили. Занимается объектом Нижегородская компания. С предыдущим подрядчиком администрация расторгала договор и отправила все документы в правоохранительные органы, сообщил глава города Алексей Сафонов на ежегодной итоговой пресс-конференции. Также он рассказал и про строительство Центра культурного развития. Там также уже определён подрядчик. Это тоже Нижегородская компания. Объект живой. На объекте достаточно активно ведутся работы. Закончено уже остекление. Они сейчас, как говорится, подают отопление и уходят в зиму на отделку. Поэтому здесь ситуация тоже, на наш взгляд, реализуемая, что в следующем году также объект мы ведём. Также Алексей Сафонов рассказал о планах по строительству новых детских садов и школ. Изначально построить школу должны были в 15-м микрорайоне. Но по новым нормам сделать это на той территории не получится. Поэтому нашли зону в 22-м микрорайоне. То есть для нового учебного заведения на 600 учеников есть место, есть проект администрации ищет финансирование. Также разработали проектно-сметную документацию на сад в микрорайоне 22. Полностью готов, что называется, к строительству. Сейчас идёт у нас активная работа по получению финансирования. К сожалению, не хватает нам госпрограммы по созданию детских садиков. Но, тем не менее, мы всё равно решили, что в 24-м году мы начнём гостроительство. Что касается капремонтов, то в этом году начались работы в старой 11-й школе и центре образования. Контракт в основном предусматривает работы по фасаду, замену окон и коммуникаций. Алексей Сафонов рассказал и об установке камер фиксации нарушений на дорогах Сарова. Наш город единственный в области, где нет системы автоматизированного измерения скорости. Эту тему неоднократно поднимали на встречах с региональным МВД. Подготовлены все опасные места, все перекрёстки, все скоростные места. И направлено предложение по поводу оснастить их системами автоматического измерения скорости, ну и автоматического фиксирования нарушений. Мы не можем своими ресурсами или за свой счёт поставить эти объекты, потому что действительно полномочия области, и они не могут быть нам переданы. Тем не менее, пока нашли промежуточное решение. В следующем году планируют запустить системы в тестовом режиме на отдельных точках. Кроме того, Алексей Сафонов затронул и проблему с безнадзорными животными на улице города. В следующем году в бюджете предусмотрено увеличение финансирования на программу ОСВВ. Отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск до 2 миллионов. Запись пресс-конференции Алексея Сафонова смотрите в рубрике «Без комментариев» на Саров-24. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.